Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Путь достижения марксизма». Читает лекцию доктор философских наук, профессор Александр Сергеевич Кайзунов. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи! Тема лекции звучит немножко необычно. «Путь достижения». То есть мы говорили об изучении, о понимании, еще там о чем-то. Но вот в нашей компетентной аудитории, которая занимается здесь уже несколько лет, в прошлой осенью выяснилось, что некоторые понятия, теоретические идеи, которые мы вроде бы знаем давно, оказываются не постигнуты. И это произошло со знаменитой цитатой, которую часто мы используем в своих научных работах, что оказывается, мысль, которая там заключена, она не постигнута. Она известна, но не постигнута. Эта мысль из критики годской программы Маркса, которая была написана в 1875 году, это через четыре года после Парижской коммуны, когда овострились теоретические проблемы, политическая борьба. И Маркс в споре с лоссальянцами разъясняет, что государство, которое выходит из капитализма, новое, коммунистическое, которое только рождается, во всех отношениях несет на себе родимые пятна капитализма, как он выразился. Значит, в экономических отношениях, политических отношениях, в универсальных отношениях, во всех. И государство переходного периода соответствует государство. Спросил я наших товарищей прошлой осенью. Какое? Диктатуры прилетят. Да, диктатуры прилетят, отвечают. Это неправильно, говорю я. Маркс не так пишет. И я удивился, что для нашей грамотной аудитории оказывается, значит, здесь не все понятно, не все постигнуто. А мы, я многих спросил, практически всех, никто правильно не ответил. Хотя были очень компетентные люди. Правильная мысль состоит в том, что общество переходного периода, переходному периоду от капитализма к коммунизму соответствует государство, пишет Маркс, революционные диктатуры пролетариата. Революционные диктатуры, не диктатуры пролетариата, а революционные диктатуры пролетариата. И выделено курсилом, чтобы читающий человек обратил внимание на это дело. Что не просто диктатура пролетариата, а революционные диктатуры пролетариата. Значит, меня это удивило, что у нас-то грамотно... Я вот считаю, что у нас одна из самых грамотных аудиторий не только даже в Санкт-Петербурге, а и в России. И если она этот вопрос не усвоила, значит, тут проблема. И я подумал, а как наши вожди и теоретики после революции, значит, с этим обращались? Ленин, понятно, в государстве революции выделяет этот курсив, приводит эту цитатуру. Потом, там во время буржуазной революции было определение, значит, революционная диктатура пролетариата и крестьянства на этапе буржуазной революции, но тоже революционная. Потом как-то, значит, революционная подзабылась. Почему? Потому что всякая диктатура пролетариата начальная, она революционная, как бы все участвуют вот в этом процессе революционной диктатуры пролетариата. Но прошло некоторое время, прошло лет десять, и эта революционная диктатура пролетариата начинает выветриваться. В том числе, скажем, там выходили книги по истории партии, и в этих книгах уже как-то не очень понятно, хотя вспоминается революционная диктатура пролетариата. И даже в кратком курсе ВКПБ, который Сталин просмотрел, там вот это различие, оно, ну, по крайней мере, не акцентируется. Там раз говорится о революционной диктатуре пролетариата, но без вот этой специальной акцентации. Теперь Сталин, выступая на 18-м съезде, говорит, что, ну, вот тут задают вопрос, что, мол, построен социализм, и что же будет с диктатурой пролетариата? Ее, мол, надо отменить. Иосиф Сергеевич, он не дает четкого, простого ответа, а объясняет, что, ну, вот, изменяются функции государства. Они, конечно, изменяются, это правильно. Тогда как ответ тут простой. Революционная диктатура пролетариата, она закончилась. Раз переходный период закончился, значит, и социальная революция закончилась. Вот она длилась 20 лет, эта социальная революция. Политический переворот – это дело одного дня. Арестовали правительство временное, посадили его. Значит, в Кутузск организовали революционный правительство, все, политический переворот закончили. Револьт, революция по-английски, с английского, она имеет много значений, начиная от бунта, восстания, переворот и революция. Революция как социальная революция, то есть социальное преобразование общества в течение 20 лет. Значит, теперь политическая революция, социальный переворот, он осуществляется отменой старого законодательства. Стало бы, никаких законов нет, поэтому революционная диктатура пролетариата не опирается на законы, она опирается на силу и на революционную целесообразность. Она еще только создает законы, новые, социалистические, советские. И, скажем, за менее чем за полгода все-таки партия сумела и много постановлений, много законов создать, и на местах там совета создавали законы свои там местные. И к июню 1918 года все-таки создали Конституцию, значит, первую РСФСР, куда входили четыре пока республики. Значит, революционная диктатура пролетариата опирается непосредственно на силу и революционную целесообразность. И вот это все время создается социалистическая законность, и некоторые законы вступают в силу, а в некоторых отношениях, особенно в новых, она сохраняется революционной, то есть опирается непосредственно на силу, на революционную целесообразность. Масс не Ленина, не партии, а класса. Масса класса. По-разному действует, скажем. Вот идите там в проткомиссию, значит, реквизируйте хлеб. Ну и рабочие реквизируют, как они понимают там на местах. Дадут им, конечно, какого-нибудь партийного там руководителя тоже из рабочих, военного, винтовки, еще там что-то. И вот они на свой, как говорится, страх и риск это осуществляют. Как они осуществляют? Революционной целесообразности или понимаемой. Да, но когда основное законодательство создано в середине 30-х годов и на основе, значит, того, что все классы уничтожены, в том числе и мелкая буржуазия, значит, крестьянская буржуазия, построено социалистическое общество и его законодательство, устанавливается новая конституция в 36-м году. И это обобщение, как бы, законодательной практики и констатация, что вот в обществе сейчас существует вот такое законодательство, вот мы построили такое общество. Поэтому революционное, то есть опирающееся на силу и революционную целесообразность поведения, оно закончилось. Все, действуют законы. Поэтому нельзя уже теперь сказать, что диктатура пролетарата опирается непосредственно на силу, на революционную целесообразность. На силу, конечно, любое государство опирается, да, но не непосредственно, а на основе законодательства. Поэтому, значит, и государство вступает в стадию нормальной диктатуры пролетарата. И именно на этом Горбачевская клика, значит, купила членов партии, что члены партии были не готовы к такому положению. А у них было сознание, что диктатура пролетарата, это вот там все было-было-было, и что. Она действительно тут выполнила свою роль, и можно ее из программы, осталось бы, из жизни вычеркнуть. Из программы-то вычеркнули, но вычеркнули из жизни. А она не должна была вычеркиваться из жизни. Из жизни вычеркивалась революционная диктатура пролетарата. Режим диктатуры пролетарата, государство диктатуры пролетарата, оно отмирает. Когда там оно отомрет? Когда будет построен полный коммунизм. До полного коммунизма в 61 году было еще очень-очень далеко. А эти товарищи уже 20 лет и вот у нас будет полный коммунизм. То есть получилось вообще безумие. Ни диктатура буртрята, ни коммунизм, а межеумье. То есть вот это и называется, значит, нет постижения, нет понимания ни революционной диктатуры буртрята, ни построенного коммунистического общества, ни того, значит, положения, в котором вы живете. Межеумочное положение. И, конечно, это раздрай и в партии, и в государстве, и в идеологической деятельности, и во всем. Ну и глядя, значит, на вот это, понимая вот эту ситуацию, осмысляя вот эту ситуацию, которая осенью была прошлого года, специально мы подготовили книгу «Революция и контрреволюция в СССР» с подзаголовком «Революционная диктатура пролетариата и контрреволюционная диктатуре буржуазии». То есть мы проделали путь от революционной диктатуры пролетариата в 17-36 годах к вот этому межеумью, ну, считай, с 53-го по 91-й год, да даже по 89-й. Значит, контрреволюционной диктатуре. Потому что межеумье, оно началось реакционным переворотом буржуазным в 61-м году. И это вот тоже, значит, вот Михаил Васильевич, он постигает вот эти вещи, постиг и разъяснил, что переворот контрреволюционный начался не когда Горбачёв пришёл, и Ельцин на них можно списать. А в 61-м году, потому что диктатура пролетариата – это вопрос слишком серьёзный, а он – основной вопрос марксизма, основной вопрос научного коммунизма, научного социализма. И если с ним так обошлись, то ничего иного и ожидать нельзя было. Ну и немножко в развитии, значит, этой темы я просмотрел дальше, как, значит, наше руководство относилось к этому пониманию революционной диктатуры пролетариата. В 47-м году Польша состоялась совещание коммунистических рабочих партий, только что совершивших революцию, начавших строить социалистическое общество. Как там они, значит, относятся к диктатуре пролетариата и к революционной диктатуре пролетариата? Я выпал в осадок. Я-то думал, что вот только что начали, как раз об этом разговор, как им это всё осуществить, значит, на деле диктатуру пролетариата, революционную диктатуру пролетариата, построить социализм. Значит, довольно большой сборник, лидеры Компартии выступают, ни слова почти. Два-три раза вспомнили диктатуру пролетариата, и то Венгрия в таком критическом ключе, что, мол, ну это вот там в 19-м году, там догматикой занимались диктатурой пролетариата, а мы тут уже наладили связь рабочего класса с крестьянством, и всё у нас хорошо и прекрасно. В 47-м году, ну и когда я понял, что надо читать, значит, 20-й съезд, и что там тоже такие абракадабры, я, конечно, встретил там всю эту вот картину, что там не только революционную диктатуру не вспоминают, там, значит, вообще уже диктатуру пролетариата, она не интересна, а нам нужны новые формы. Вот, значит, в социалистических странах вот теперь новые формы диктатуры пролетариата. То есть, отсутствие диктатуры пролетариата, это у них получилась новая форма диктатуры пролетариата. Ну, понятно, что никакого социализма при такой, при таком понимании не может быть. То есть, постижения не было, а отрицание было налицо, и причем такое довольно, мне кажется, циничное, почему-то, что такие товарищи, как Хрущев, этот самый, Микоян, Молотов, ну, они должны были понимать эти вещи, но, тем менее, значит, не возразили ничего по поводу перевода, значит, диктатуры пролетариата в новые формы, в которых никакого содержания революционного и содержания диктатуры пролетариата нет. Поэтому разрушение социализма, оно и прошло, очень гладко, тихо, мирно, спокойно. Только потом начались гражданские войны, и сейчас вот продолжаются на Украине. Так что вопрос о постижении – это вопрос очень-очень актуальный. Я думаю, что нам нужно его усвоить. Чтобы его усвоить, нужна такая профилактика сознания, и, значит, внимания к своему индивидуальному строю мышления, что мы имеем в виду, как мы постигаем, чем отличается простое понимание от постигания, как-то мы-то вот, Гегель изучая, мы останавливаемся в основном на понимании, что, значит, понять, значит, выразить понятие. Но осенью мы и увидели, что понятие – это есть, а постижение – это нет. Поэтому нужна такая профилактика сознания. А профилактика заключается в том, чтобы знать, как работает сознание так. Мы об этом говорили когда-то, может быть, надо опять просто напомнить на эту тему. Я, по-моему, даже читал лекции об уровнях сознания, о формах отражения бытия и вообще понимания знания, потому что вот некоторые граждане, они уже не понимают, что такое знание. И вот это вот вращение информации на уровне, значит, представления, они это понимают как знание. А это, конечно, знание, но это знание такое, как обыденное, знание первого уровня, знание детей. Знание начинается с ощущения. Что такое ощущение? Это нужно чётко нам, вот чтобы понимать и постигать, это нужно чётко знать. Ощущение – это отражение бытия, значит, в органах чувств. Пять органов чувств, они ощущают. С помощью их сознание ощущает, значит, видит, слышит, ощущает вкус, значит, обоняет, запахи там и так далее. Насколько эти вещи развиты у человека, настолько вот эта чувственная форма знания, познания и знания, она развита. Причём, она развита в очень разной степени у разных людей. По-разному чувствуют разные люди. Второй уровень – восприятие. Что такое восприятие? Восприятие – это ощущение целостности предметов. То есть, когда мы всю гамму ощущений знаем и приводим её в единство в нашем сознании, вот у нас вырабатывается восприятие. И только третий уровень – представление. Он даёт нам, ну, какое-то более-менее реальное познание. Представление, то есть, воспоминание в сознании наших восприятий когда-то. Скажем, были мы на речке, там ловили рыбу, и мы можем представить, как это мы там ловили рыбу. Значит, без фиксации в сознании, без фиксации сознанием наших ощущений никакого познания не происходит. Поэтому знание – это перевод бытия в субъективную форму. Знание – это превращение бытия в субъективную форму. Оно существует как объективное. Столы, стулья, там другие предметы. И если мы фиксируем это в сознании, то у нас возникает знание. А если мы не фиксируем в сознании, оно не возникает. То есть, идём мы по улице, видим массу предметов. Мы уже давно зафиксировали, что там, значит, асфальт, эти самые, плитка, значит, дома, там трубы, урны и прочее. То есть, они автоматически, мы их знаем и не воспринимаем сейчас или в данную минуту. Мы больше не создаём это знание, оно у нас есть. А новые какие-то предметы, если мы не зафиксировали сознание, не обратили на них внимания, не запомнили, они забываются и, так сказать, у нас знаний о них нет. Если вы приехали в другой город, походили по городу этому, ничего не запомнили и вам название города не сказали, у вас никаких знаний об этом городе не будет. Ну, может, некоторые восприятия сохранятся. А какой город был? Не знаю, раз вам название даже не сказали. Значит, и обыденное сознание, оно на представлении держится. Оно сугубо субъективно тоже. И у всех очень разное. И вот этот уровень, значит, его часто характеризуют как уровень мнения. Знание в форме мнений. И у основной массы, у большинства населения, всё знание, оно и состоит из этих представлений, из этих мнений. Хотя, есть какие-то и понятия, которые, значит, там в школе привили, в каком-то опыте, скажем, там в церкви, вот, там совесть, Бог. У них есть понятия, но они не в понятийной форме, а тоже в форме представления у них бытуют. Да, эти понятия, они не постигнуты. Вот понятия есть, а оно не постигнуто. Скажут, вот бабушки в церкви стоят, там молятся. Спроси ее, что такое Бог? Вам не скажут, что такое Бог. Да, грамотному человеку спроси, что такое Бог. Мы как-то люди-то в основном, значит, нерелигиозные. А что такое Бог? Многие, очень многие не скажут, что такое Бог. Хотя это очень просто. Бог – это понятие. Бог – это дух. И церковники, и попы, они вам так и скажут. Бог – это дух. Теперь, что такое дух? Дух – вот это вопрос. Дух – дух нет. Дух – это высший уровень сознания. Дух – это и есть сфера понятия. Когда вещи возведены, как говорит Кант. Вот Кант говорит, в чем заключается роль философии? В возведении понятий в мысль. В возведении предметов в понятия, в мысль. Вот это дух. Но это всё-таки вот такой ограниченный дух. Да плюс. Понятия разные у разных людей. И постигнуты ли они, встаёт вопрос. И метафизический метод, поскольку он останавливается на отдельных понятиях, он как бы здесь не стимулирует человека к дальнейшему постижению. И дальнейшее постижение зависит от таланта. Если он талантлив, если у него есть стремление к дальнейшему познанию, он постигнет. Нету – не постигнет. Он так вот с этим понятием останется. У него в сознании куча понятий. Причём многие из них неправильные. Или примитивные, или ещё какие-нибудь. А до истинных понятий дойти – это проблема. Истинные понятия сосредоточены в истинной теории. Отдельно они не существуют. Истинные понятия есть только в истинной теории. Поэтому, если экономик, то это Адам Свит и в более совершенной форме Маркс. То, что опирается на них, оно претендует на истину. То, что не опирается, не претендует. В этом смысле, скажем, один из столпов экономической мысли Запада – Кейнс. Он знаток Маркса и пропагандирует Маркса. Валерстайн недавно умер, выдающийся американский экономист и социальный мышлитель. Вообще рекомендует Маркса как такого основателя. Говорит, Маркс, он больше, чем экономист. Но теория, она вот и требует вот этого постижения. Постижение, оно не только, значит, имеет в виду понятие отдельное какое-то, или там нет совокупности понятий. А оно схватывает противоречия между понятиями. Противоречия в самом понятии. Движение понятий. И это уже переход к дилектическому мышлению. Значит, металлический метод, вот он останавливается на этом возведении предмета в мысль. А дилектический метод, он рассматривает, кроме этого, еще движение понятий. Движение понятий, которые отражают движение вещей. Скажем, капитал у Марса, да, он и есть такое движение понятий. Он начинается с понятия простейшего товара и наблюдает, как вот в этих понятиях, значит, отражается движение вещей. Движение там капиталов, ресурсов, всего прочего. Причем, вот ошибка, не постижение, а начинается с самого начала, с самой первой категории у многих, если не у большинства. С первой же категории, с первого предложения, Марс говорит, вся совокупность богатства представлена товарами. Динге, по-немецки. Динги – это вещь, предмет, материальный предмет. Она же вот эти, вот начиная там с Гайдара и кончая нынешней этой самой, как, банка-то заведует, на Биулина. Для них товары и вообще экономика – это вот деньги. Они, кроме денег, в товаре ничего не видят. И услуги для них товары. Кстати, мы в этой аудитории вели несколько лет назад дискуссию. Значит, товарищ тут выступал, и некоторые даже. Вот, Америка богатая, потому что у неё сфера услуг большая. Так она сфера услуг-то большая, а услуги-то они не товары и не богатства. Они только условия удобного использования богатства товаров. Поэтому, скажем, вот если почитать ВВП, я недавно считал американское ВВП. И в последней статье вот об этом пишу. Значит, там у них 22% от мирового ВВП – американское ВВП. Но в этом американском ВВП 9 триллионов – это всякого рода услуги и банковские игры, навороты. Они не богатства. А у Китая, значит, почти столько, такая же часть мирового ВВП, но у них этой части почти нет. Поэтому Китай, он богаче Соединённых Штатов уже сегодня. Другое дело, что на единицу, на душу одного китайца, да, у них меньше, примерно в 2,5 раза. Поэтому у них ещё большая часть бедного населения. Но с их базисом, с их вот этой экономикой, я думаю, они это скоро нагонят и перегонят Соединённые Штаты Америки. Почему? Потому что товар – это деньги, это вещи, это то, что можно потребить. Это такие тела, с которыми общается человеческое тело. Ему нужна не идея, значит, пиджака, а пиджак. Не идея хлеба, а хлеб. Не идея молока, а молоко. Не деньги, значит, а продукты. Вот эта война-то, она сразу показала, что побежали ленинградцы в Новгородскую область, прибежали в деревню, хлебушка дайте, деньги. Сколько? Не знаем. А, да и деньги тоже, нет, надо нам вещи. Какие? Взяли самое дорогое, самое дорогое отдали. За хлеб. Так, и сейчас будет скоро в Европе. Уже начинается. Так, значит, мнение. Так вот, от мнений мы, стало быть, отходим. Мы отходим, поднимаемся на вторую ступень. Вторая ступень – объективное знание. Мнение – это субъективное знание. И по форме любое знание, оно субъективно. То, что я вам говорил, это субъективно. Это, говорит Казенов, мало ли он ошибается. Он вообще, товарищ такой, несколько ленивый. Вот, поэтому, возможно, он ошибается. Но, товарищ Казенов, он этому посвятил и жизнь. Поэтому в содержании его знаний всё-таки есть значительная часть объективного знания. И руководство университета сюда выпускает на эту трибуну только тех, о которых знает, что эти люди обладают объективными познаниями, объективными знаниями. Если я с субъективными знаниями бы сюда пришёл, я бы был не интересен прежде всего руководству, а во-вторых, и людям. У них своё мнение есть. Зачем им мнение Казенов, когда у них своё есть мнение? Ну, можно, конечно, объединяться. Но я объяснял студентам и вам объясняю, что моя голова – это не корзина для мнений. Я тут собираю мнения всякие, приходят, тут и начинают мне мнение. Я говорю, с мнениями идите вот на кухню и там со своими домашними обсуждайте. А мне ваши мнения не интересны. И если кто-нибудь там где-то на конференциях начинает, там, по-моему, мнение, всё, я закрываю, что не слушаю. То есть, бесполезно слушать мнение. Другое дело, что в русском языке оно имеет вот этот смысл вежливости, скажем. По мнению академика Петрова, ну, дело обстоит вот так. Но мы понимаем, что это не просто мнение, что это не субъективное знание у академика, да? А это всё-таки мнение академика. Но дело тут не в академике, а дело в принципиально разных уровнях знания. Одно дело – субъективное знание, мнение. И другое дело – объективное знание, наука. Объективное, то есть независимое от человека и человечества. Знание, которое существует всеобщим и необходимым образом, как говорит Кант. Это всеобщее и необходимое знание. По вашему мнению, дважды два сколько? А сколько надо вам? Да-да, как это в анекдоте. Четыре. Другие мнения есть? Других мнений нет. Всё, разговор закончен. Значит, но и на объективном знании общество ведение не останавливается. Оно поднимается ещё на одну ступень. На уровень убеждения. Убеждения. Вот нас не только объективное знание интересует, а и убеждение. Почему? Потому что общество ведение связано с известным, более высоким уровнем понятий, с идеями. Идея – это такое понятие, которое суть единства. Понятие и бытие. В понятии сконцентрировано бытие, отражено бытие и в концентрированной форме представлено. Поэтому идёт борьба идей. Это серьёзные понятия, это какие-то глубокие понятия. В древности это понятие Бог, церковь, другие какие-то такие вещи. Для нас там справедливость, значит, истинность, что там, государство, понятие государства, понятие общества, политика, там ещё что-то такое. Такие понятия, которые являются принципиальными в жизни и в жизненной борьбе экономической, политической, идеологической. Поэтому убеждения, они имеют принципиальный характер. Это именно уровень. Что такое убеждение? Убеждения – это такие объективные знания, которые я отстаиваю, на которых я стою, от которых зависят все другие мои знания. То есть, если человек христианин, православный, то всё остальное сознание его и познание, оно этим предопределено. Другое дело, что нынче товарищи, значит, вроде и православные, кресты носят, но на самом деле это чисто внешняя форма. Никакие они не православные. Почему? Потому что они на исповедь еженедельно, как обязаны, не ходят, на церковные праздники только на Пасху яички вьют, значит, на причащение не являются, ну и так далее, и тому подобное. Я уж не говорю про совесть и так далее, и тому подобное. Значит, коммунист. Коммунисты мы с вами хороший опыт имеем, что вот у нас была большая партия 18 миллионов, и как выяснилось, значит, настоящих коммунистов, в партии убеждённых коммунистов было не больше одного миллиона, не больше, было значительно меньше, но я уж не буду конкретизировать, у нас сегодня не эта тема. Так, и убеждения как раз, они требуют постижения, убеждения, они требуют постижения. Человек тогда убеждён, когда он постиг что-то. Лучше, чем больше он постиг вот таких понятий, идей, значит, тем прочнее и шире, и глубже его убеждения. Но, как выяснилось-то и у нас прошлой осенью, и у других, я могу вам привести примеры, что даже у нас, у развитых людей, у кандидатов-докторов наук, не всё постигнуто. Стало быть, убеждения имеют какие-то такие прорехи, или имели прорехи. Причём вот для меня, таким одним из более ярких и глубоких, является впечатление от профессора московского Сергеева Алексея Алексеевича, который у нас тут был, приезжал и делал в Доме политпрочтения на нашем клубе «За и против доклады». Он нам объяснил, что такое советы. Мы, кандидаты наук, профессора, значит, сами читали лекции о советах, всё знали вроде бы о советах. И, тем не менее, он нас вразил, и, оказывается, мы не понимаем. Он говорит, советы – это такие органы государственной власти, которые формируются на предприятиях. И представляют в совете предприятия. И я выпал в осадок. Думаю, ё-моё, да, действительно, до меня это не доходило. Что это обязательно для советов. Что это их родовой признак. Опора на предприятиях. Они создаются на предприятиях предприятиями профсоюзами, или забасткомами, или комитетами, за которыми стоит предприятие. Да, ну и, значит, после этого, конечно, наша работа, она получила другой импульс. И даже характер, я бы сказал. И, кстати, вот тогда мы и создали городской совет рабочих промышленности, транспорта и связи. Ленинградский совет рабочих. Потому что мы поняли, что вот оно, направление-то работает. Не лозунги, дам демонстрации, которых мы много провели тогда. А дело в советах. И пока мы до советов не дойдём, никакой советской власти, никакой власти трудящихся не будет. Интеллигенция, она может помочь созданию, она нужна для того, чтобы помочь рабочим с знаниями, с убеждениями и организацией работы. Почему? Потому что там тоже нужно законодательство, переговоры с руководством, они сложные. Не всегда рабочим эта форма удаётся в должной степени. Поэтому вопрос о советах, он тоже требует постижения. Постигнут он, значит, будет действовать. Не постигнут, не будет. Только лет пять назад РКРП под воздействием нашей критикой и непосредственной работой с некоторыми видными... РКРП я сказал? Да. КПРФ, извините, КПРФ. Под нашим воздействием. Значит, признала диктатуру пролетариата. До этого не признавала. А советы, я думаю, в большинстве КПРФ и сейчас не знает, не понимает. Поэтому вся деятельность, она бесполезна. Они за народное правительство. Какое народное правительство? Народное правительство, у вас будет буржразное правительство. В него натолкается интеллигенция такая болтливая, депутаты разного рода, коммерсанты мелкие и так далее, и так далее. Оно тоже будет народное. Коммерсанты мелкие, они тоже народ. Да. Их народность, она будет зависеть от отношений к революции. Если мелкая буржуазия поддерживает революцию, она с народом. Народ. А если она против, она не народ. Она против народа и не народа. Отсюда действие. Так что все это вопросы первостепенной важности. И сегодня по некоторым вопросам, ну видно, постигнуты вещи или не постигнуты. Скажем, да, вот нету идеологии. Нам нужна государственная идеология. Серьезные люди. Значит, кандидаты наук, руководители предприятий, видные вот сейчас. Такие, стоящие на народных позициях, им нужна народная идеология государственная. Она будет буржуазной. Во-первых, что значит будет? Она есть. Буржуазная идеология в нашем государстве есть. Что такое буржуазная идеология? Буржуазная идеология – это есть сумма, каша всех других идеологий, в которой рассчитывают они, потонет и коммунистической идеологии. Поэтому любая идеология. Поэтому радуйтесь, что нет у государства идеологии такой общепризнанной, обязательной для всех. Есть вот эта каша, и в этой каше никто нам не запрещает заниматься марсистской идеологией, издавать марсистские книги, читать марсистские лекции, пропагандировать Ленина и Сталина. Нельзя было Сталина пропагандировать. Нам запрещали. Его изъяли из библиотек. А сейчас, пожалуйста, Юрий Сидорович, сами буржуи восхваляют, принимают, пропагандируют. Горы книг в любой магазин сейчас зайди, а Сталини, развалы, мне уже не прочитать части. Поэтому идеология есть буржуазная. Главная идеология буржуазная – либерализм, любой. Хоть, значит, либерализм западного толка, это вот наша пятая колонна и так далее. Хоть, значит, патриотический либерализм товарищей Михалковых, да и у самого Путина. Это либерализм только патриотический. Никакой другой буржуазной идеологии нет. Другое дело, что сам либерализм, он за вот эти годы, он изменил много форм, и эти формы сосуществуют. Фашизм – это либерализм на его высшей стадии. Либерализм – это свобода, но это свобода для наших. Вот кто ваши, тот и либерал, и наш друг. Скажем, когда они там завоёвывали власть, вся буржуазия была их. Когда они то обжились в середине XIX века, уже там мелочь всякая, мелкий бизнес, уже это не наше. Уже у них там патриоты, антисемитизм, ещё чего-нибудь какая-нибудь. А наши – это вот круг крупной буржуазии. Когда начался империализм, значит, уже только наша национальная буржуазия, а другие уже не хорошие, не наши. Можно их завоевать, потом там, значит, истребить и так далее. В 20-х, 30-х годах уже только крупная финансовая буржуазия. Финансовые буржи, все помнят, что это такое, да? А её реакционные круги, если они объединяются, это уже фашизм. Значит, сначала германский был, поддерживаемый Англией и Америкой, теперь американский фашизм на экспорте, извольте. Они уже им все враги, уже им и Европа, они не друзья. Европа у них под каблуком, Европу они давно эксплуатируют. И мы сейчас увидим, как раздеваются над Европой, Соединённые Штаты Америки, и как её раздевают, и разрушают фактически. И вот эти вопли, которые в Европе сейчас начались, они будут тут только усиливаться в ближайшее время. Почему? Потому что в верхней этой либературе, да, им уже тесно, они задыхаются, и они ничего не могут сделать со своим 30-ти триллионным долгом. И долги до сих пор они разрешались только войнами. Поэтому я думаю, что они, значит, раздувают специально войну в Европе, и были бы рады, если бы дошло в Европе дело из доядерной войны. Другое дело, что они люди умные, понимают, что когда Россия будет отвечать, она будет отвечать не столько по Европе, сколько по другим местам, по центрам, где принимается решение. Кстати, Путин им так и сказал. Поэтому либеральная идеология, она господствует в двух видах, значит, западно-либеральная и патриотическая-либеральная. Она использует то, что, значит, есть различные группы, которые претендуют на какую-то свою идеологию, особенно там придурки патриотического свойства или придурки левого свойства. Там этот левый фронт, левый поворот, когда же левые объединятся, это всё форма оболвания нетрудящихся, оболванивания рабочего класса. Что такое левый, мы знаем ещё. С 19 века в университете коммунистической партии Маркс описал всех левых социалистов. Там несколько видов социалистов было. В 17-м году было 20 просоциалистических партий. 20 в 17-м году. Сегодня их больше. И нам разъясняют, что они за Маркса, за СССР, за, значит, Красное Знамя, там за новый социализм. Все ли знают, что у товарища Миронова в программе записано, что они за новый социализм? Они за социализм, только за новый. А какой новый? Помалкивают. Да, это как тот же Сергеев Алексей Алексеевич. Его как-то спросили. А сколько у вас народа в Объединённом фронте трудящихся? Да тысячи 100 будет. А когда будет, не сказал. Так и этим, мерзавцы. Да, ну и путь познания-то. Сам путь. Вот он начинается с простых вещей, доходит до сложнейших. А чтобы на марксизм это обратить, то начать изучение марксизма надо с простого. Простое, то есть, конкретные темы, конкретные книги, конкретные теории. Замечательной такой конкретной книгой, конкретной теорией является происхождение семьи, частной собственности государства Энгельса. Вот с неё можно начать. Там и понятия сформулированы, и в то же время хороший образный ряд. Скажем, что такое семья? Вроде все знают. Что такое род? Вроде все знают. Что такое греческий род? Тоже Грецию в школе изучали. Что такое римский род? Тоже Рим в школе изучали. И вот это хорошее такое начало, основание для изучения. Да, заканчиваем. Значит, далее. Немецкая классическая философия. Людвиг Кейербах и классическая немецкая философия. Это простое разъяснение, значит, как идти к правильному постижению, как идти к дилептическому материализму, и почему надо к нему идти. Хорошая вещь, хорошая книга. Теперь. Манифест коммунистической партии. Вот после этого можно прийти, или я-то думаю, что лучше воспроизвести в своём создании. Манифест коммунистической партии. Вот в такой ретроспективе. Манифест коммунистической партии, чем он ценен? Что? Это первое цельное изложение марксизма. Вот. Марксизма как социальной теории, как научного социализма. Все категории, понятия взвешены там, сформулированы и сохранены практически до сегодня. Кроме главного. И даже так. Понятие сформулировано главное в манифесте, но не названо. Термина ещё не подобрана была в манифесте. Термин Маркс услышал на революционной Парижской улице. Какой-то рабочий кричал, «Диктатура пролетрета!» И он понял, что диктатура пролетрета. То, что они писали, называется диктатура пролетрета. И в письме к Эйдемейеру марта 1852 года пишет. Мне принадлежит только та заслуга, что я открыл, что вся история описанная, есть история борьбы классов, что борьба классов неизлежно приводит к диктатуру пролетрета, что сама диктатура пролетрета ведёт только к обществу без классов. То есть снимается, сама снимается, отмирает. Вот идея марксизма. Вот её надо пастись. И она посредствует всё дальнейшее движение. И вот тут, когда вот это понимание есть, можно переходить к капиталу, к науке логики, чтобы, значит, вот эти категории научные, теоретические, капитала, категории капитала, их усвоить. Марс Ленин пишет. Мы тут много раз вспоминали эту формулу. Нельзя вполне понять капитала, не усвоить в науке логики. И с помощью капитала вы лучше и проще устроите науке логики. Потому что Марс где-то вспоминает, что в первой главе он кокетничает с категориями Гегеля. И действительно, там очень плавно товар переходит в деньги, деньги в стоимость, там и так далее, там и так далее. Как у Гегеля категория развивается. Поэтому Гегель будет помогать изучать капитал, а капитал будет помогать изучать Гегеля. Ну и, конечно, значит, Ленин, ленинские работы, они, в общем-то, проще. Они и написаны для рабочих в основном в процессе текущей борьбы, взаимодействия с рабочим классом. Но всё-таки, значит, работа государственной революции, она требует серьёзной такой прородки. Как говорит Ленин в конспектах Гегеля, нужно науку логики штудировать. Почему-то, потому что это теория. Вот штудировать, даже по-немецки пишут, штудировать не прочитать, а штудировать с карандашом в руках. Сам он конспектировал, вон у него какие конспекты науки логики, других философских работ. Конспектов по империализму как высшая стадия капитализма. Гора конспектов у Ленина была, когда он писал. А нам нужно тем более иметь гору конспектов, штудировать. Ну и, значит, другие такие теоретические работы. Империализм как высшая стадия капитализма. Конечно, её нужно тоже штудировать. Но уже подготовленному человеку. Если просто без подготовки, там, конечно, тоже кое-что схватит. Особенно, если понимаешь ты, что ищешь, что это надо искать с помощью понятий. Но лучше это всё-таки именно штудировать на уже какой-то базе. Ну и вообще, говоря, марксизм развивается, и современный марксизм тоже кое-что сделал, в том числе наши товарищи. Михаил Васильевич Попов, Долгов Виктор Георгиевич, Ельмеев Васильев Яковлевич. У нас тут выступал неоднократно в наших вот таких лекциях. Золотов Александр Владимирович выдающиеся, значит, труды сделал. Виктор Иванович Асгрежный вот некоторые вещи тоже сделал. Значит, Мазур у нас есть такой, доктор экономических наук в Невинномыске. Ну и другие, товарищи, марксизм развивается, но для развития его как раз необходимо постижение проблем и книг. Не просто прочтение, не просто уяснение понятий и в понятиях, а постижение. Поэтому я вам желаю, дорогие товарищи, как людям грамотным в нашей аудитории, вот этой ступени достигать, проблемы и понятия категории законы постигать. Я думаю, что мы над этим ещё поработаем. Спасибо за внимание. Спасибо, поступили вопросы в тему. Могу прочитать? Да, прочтите. Давайте. Верно ли поняла вашу мысль, что у Макса в формуле товар-деньги товар в центре вещь? Вы сказали, что деньги по-немецки вещь, а не деньги как таковые. Это я вторую мысль не понял. Верно ли понимать вашу мысль, что у Маркса в формуле товар-деньги товар в центре вещь? Вообще в центре экономики вещь. В центре экономики не отдельная вещь, а производство. Значит, экономика это и есть. Постоянно возобновляющееся производство. Речь идёт о производстве. А деньги, они только на известной ступени производства, значит, помогают обращению денег. В центре вы сказали, что деньги по-немецки вещь, а не деньги. Как таковые. Да, да, конечно. Второе вопрос. Если мнение, капитал, Маркса принять за истину, то тогда марксизм следует считать религией. Как вы относитесь к созданию религиозного культа марксизма-ленинизма? Об этом много говорят в различных кругах. Да, эти круги известны, говорят они давно. И тут есть та похожесть на религию, которая связана с тем, что на сегодняшний день остались две идеологии развитые. Общие такие идеологии, в общем смысле развитые. Это религиозная и марксизм. Никаких других развитых последовательной идеологий нет. Вы мне никаких других идеологий сейчас не назовёте. Да, вот много идеологий. Много, но это всё мелкие идеологики. А марксизм – это целостное мировоззрение, на которое работают и советские, работали советские, работают сейчас социалистические, работают капиталистические уже учёные на базе марксизма. Поэтому это такая мировая идеология, фактически уже сейчас, которая поэтому и конкурирует с религиозной идеологией. Поэтому, конечно, тут в какой-то мере есть вот этот контакт, взаимоборство и борьба, проникновение друг в друга. И ещё один аспект. Этот аспект заключается в том, что христианство, оно выполнило вот такую роль революционной идеологии при переходе от раблоденей к феодализму. Поэтому Энгельс, у него есть специальная статья, две статьи даже по религиозной вот этой премиотики, где Энгельс показывает, что христианство, оно в общем сыграло революционную роль при вот этом переходе. И действительно, это была революция в понимании человека и революция в межчеловеческих отношениях. Понимание человека в каком смысле? Что раньше человеком дикие люди, они человеком считали только своих. Вот мы вроде как люди, а другие, они вроде как там не люди. Не люди, не корей, варвары. Для греков весь остальной мир варвары. Отсюда и происходит слово. Варвары где-то там находятся. Так же, как, скажем, для немцев в 18-19 веке варвары русские, их надо вышибить тут, а пространство занять. Потому что они не люди, не до человека, так и говорили. Он терменши по-немецки. Почему? В 20-м? А я как-то... В 18-19. Да, в 20-м веке. Я про фашизм. В 20-х годах, я сказал. В 20-х, 30-х годах. Значит, хунтер меньше. А христианство, оно ввело в мир понимание, что всякий человек свободен. Вот нельзя человека делать рабом. Человек свободен от природы. И рабство – это не человечное, не культурное, и что там как-то. Поэтому, скажем, в христианском мире, да, рабовладение, оно начало потихоньку исчезать. В 17-18 веке оно возродилось в Америке. Но это другой калинкор все-таки. А православный, особенно мир, он, так сказать, не допускает рабства, не допускает понимания рабовладения. И поэтому говорят иногда, значит, крепостничество – это рабство. Это, скорее, все-таки литературное такое выражение. Вот рабы все. Надо выдавливать из себя раба. Крестьяне – это все-таки не рабы. Мы говорим, ругаемся, что вот рабство. И сейчас иногда говорим, что вот в рабстве находимся. Но мы все-таки не в рабстве. А у нас-то и даже высокая доля свободы. Вот марсиевым, коммунистным, пропагандируемым, никто нам не мешает, никто нам не давит. Так что в этом смысле христианство и христианская религия, вот они сделали такую революционную роль, революционный период. И в этом смысле они похожи тоже на марсиев. Они тоже были революционерами. Только в свое время. С течением времени они выродились, выродились в секты, в том числе и конфессии основные. Протестантизм порвал с католицизмом в начале 16 века, потому что уже не мог терпеть этого маразма и садизма, и всего такого разврата, который они там развели, католики. Поэтому революционная роль кончилась, осталась роль только за туманью сознания. Как в 17 веке выразился Беркли, епископ Беркли, религия стала опиумом народа, самого народа, лекарством от тяжелой жизни, Беркли думал. Или как сказал 12 лет, как его звали? Астамбендер, религия, это опиум для народа. И сейчас вот она, религия, опиум для народа. Народ уже освободился, наш советский, значит, русский, от всякого дурмана религиозного, а сверху эти, значит, нам насаждают вот этот вот дурман, вот этот вот, значит, в этот опиум. Но мы уже этому опиуму не поддаем. Ходят, конечно, бабушки. В церковь, в собор, вот я мимо хожу каждый день. Ходят бабушки, и даже вот мужички потянулись тоже такие, видимо, задавленные жизни. Ну, ну что, ну это бывает. Поэтому враги социализма, враги коммунизма, враги марсизма, вот они пытаются, значит, навязать представление о том, что и марсизм вот такая же вот религия, и она тоже опиум народа, и так далее, и так подобное. Это просто вражеская пропаганда. Бывает в воле спокойных, бывает в воле суровых видов. Все, вопросов нет. Записавшись на уцепление нет. Заключите слово. Ну что, дорогие товарищи, вот я почувствовал, что мне времени не хватило, может быть, даже для самой вот этой важной части, о современном марсизме, и о постижении современного марсизма, может быть, придется тогда на эту тему сделать еще какую-нибудь лекцию. Но я думаю, что вы почувствовали важность этого вопроса, что вот окажется, мы многое знаем, многое постигли, но еще не все. И есть много осталось закутков, значит, которые мы не постигли, но без которых нет движения вперед. Мир смотрит на Россию. И только в России остались, значит, люди и в сознании отпечатки советов. Что такое совет? Что такое советская власть? Вот строящаяся на предприятиях. И из этих людей, русских, из 140 миллионов, немногочисленные люди, которые разбираются в этом теоретически, пишут работы, читают лекции и просвещают народ. Поэтому я думаю, что вот наша миссия, она состоит в том, чтобы вот эти знания нести, пропагандировать, агитировать. В этом надежда и России. И я думаю, что и всего мира. Даже в Китае вполне не осознают, вот как они строят социализм. Хотя мы им писали статьи с ответствующего образа. Спасибо. Спасибо вам, Александр Сергеевич. Объявление. Встречаемся в следующий четверг. Тема лекции «Советы, как русская идея». О! Замечательная тема. Кто читать будет? Делегат Российского комитета рабочих Шилов Дмитрий Юрьевич. О, хорошо. Следующий четверг. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова